Четыре ритуала, чтобы приворожить мужчину в домашних условиях. Я поделюсь с вами сейчас этими ритуалами и очень верю и надеюсь на то, что в вашей жизни появится мужчина. Сначала я перечислю все четыре ритуала и проговорю то, что необходимо для реализации каждого. А уже в конце видео я дам пошаговую инструкцию, как к тому или иному ритуалу подойти, что необходимо сделать, в какое время суток и так далее. Первый ритуал, которым я хочу с вами поделиться, это такой очень сильный и мощный приворот на молоке. И попрошу вас записать, что вам для этого понадобится. Естественно, фотография любимого мужчины, если вы с ним в отношениях и боитесь его потерять, этот ритуал поможет сделать так, что его будет воротить от всех других женщин. И он будет только на вас смотреть и любить. Если у вас нет любимого мужчины, вы можете использовать визуализацию. Просто можете представить, каким он мог бы быть, рост, вес, волосы и так далее. Дальше. Вам, естественно, понадобится стакан, наполненный молоком. Желательно, чтобы это молоко было теплым, не горячим, но только близко к горячему. Не кипятите его ни в коем случае, потому что там произойдут нарушения ритуальные. То есть, нужно его так нагреть, чтобы оно было градусов 60-70, но ни в коем случае не закипало. Вам понадобится 6 красных свечей восковых, не очень толстых. Такие вот, как церковные свечечки. Видели, есть тоненькие. Вот такие свечки. Поставили на паузу. Это то, что касается приворота на молоке. Следующий приворот, которым я хочу поделиться, это любовный приворот на горохе. Горох, который варят. Если нет гороха, это может быть нут. Если нет нута, это может быть фасоль. Вам понадобится, еще раз, 220 грамм фасоль. Это нужно взять весы и взвесить. Следующее. Вам понадобится свечка церковная. Самая обычная, самая простая. Которую можно купить в любой церкви за копейки. Может быть, она у вас даже дома есть. И вам понадобится три красные ниточки. Ну, наверное, по сантиметрам 15 длиной каждая. 15 длиной каждая. Три 15-сантиметровые красные ниточки. Либо это веревка какая-то, может быть, тоненькая. Здесь тоже. А, и еще вам понадобится лист бумаги формата А4. Обычный лист бумаги. Как вот в принтер вы вставляете. Здесь тоже ставим паузу. В конце буду рассказывать последовательность. То есть, как этот приворот, значит, осуществить. Третий приворот. Это приворот на растущую луну. Ну, понимаем, что такое растущая луна. Молодой месяц. Начинает только набирать обороты. Становится все заметнее, заметнее, заметнее. Естественно, вам для этого потребуется растущая луна. То есть, в другие периоды этого делать ни в коем случае нельзя. Как только растущая луна дала о себе знать, это можно вычислить по календарю. И вообще не проблема абсолютно. Вам понадобится три свечки церковные. Записывайте. Растущая луна – первый пункт. Три церковные свечки – второй пункт. Вам понадобится морская соль. Вам понадобится абсолютно любой фрукт. Не имеет значения, что это будет. И вам понадобится какое-то арома масла. Либо какие-то благовония. Вот то, что может издавать запах. И наполнять это пространство. Запах. Ну и, конечно, перед тем, как я озвучу все четыре способа приворожить мужчину, я хочу попросить вас, чтобы вы в комментариях написали. Возможно, кто-то из вас уже пробовал какие-то способы. Если вы нашли для себя какой-то действенный, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Возможно, это поможет кому-то из тех, кто будет их читать. Четвертый приворот, о котором я хочу вам рассказать, это приворот на соли и сахаре. На соли и сахаре. При этом, для того, чтобы визуально вам было проще наблюдать, что во время ритуала будет происходить, купите тростниковый сахар, коричневый, если у вас его нет. Соль, естественно, остается белой, а мы берем еще тростниковый сахар, такой коричневый. Вам понадобится также три свечи церковные. Три свечи. Формата А4, один лист бумаги. Один лист бумаги, формата А4. Ручка. Желательно, чтобы паста в ней была красная. Красная ручка. Теперь, внимание. Сейчас я буду рассказывать о том, как выполняется приворот. Первый пункт. Первый пункт. Запишите, пожалуйста. Первое. Вы прекращаете верить в эту хуйню. Первое. Вы ставите перед собой цель привести свою психику и психологическую зрелость в порядок. Ставите перед собой цель привести свою психику и психологическую зрелость в порядок. Третье. Вы начинаете работу над своей самооценкой. Четвертое. Вы начинаете работу со своими придурковатыми мыслями и мышлением, потому что только придурковатый человек может повести на вот эту шляпу, о которой я сейчас рассказывал. Лапки, ножки, хвостики, соль, молоко, свеча, красная ниточка. Как бы вы ни старались, как бы вы ни пытались удержать своего мужчину, привлечь мужчину в свою жизнь, вы будете сталкиваться с одними и тем же проблемами. Что это за проблема? Если вы идете на такой шаг, как привороты всякие, заговоры, притянуть к себе мужчину, заставить его быть только с вами, значит вы неуверенная в себе, уязвимая, психологически адаптивная девочка, которая проживает всю свою жизнь в тревоге, в неуверенности и в невротизме. Соответственно, ваше состояние всегда будет передаваться мужчине, который находится рядом. А так как ваше состояние будет передаваться ему, он обязательно от вас сбежит. Ваш страх потерять мужчину усилится вдвое, втрое, вчетверо. Встретив следующего, вы будете опять заниматься хитрой и пытаться привлечь его через какие-то ритуалы, привороты, заговоры и так далее. Я за последние 6 лет, ну мы со всей командой, так получилось, что за последние 6 лет у нас получилось выдать замуж более 12 тысяч женщин, благодаря тем программам, которые они прошли. И если вы действительно ставите перед собой цель встретить достойного мужчину, построить с ним счастливые отношения, стать его женой, родить детей, развиваться вместе с этим мужчиной, очень важно пойти в работу со своим мышлением и со своей психикой. И в этом мы можем вам помочь. То есть мы можем дать вам целые пошаговые инструкции, благодаря которым вы, встретив мужчину, переведете отношения от знакомства и влюбленности к созданию семьи. Для этого не нужны свечки, для этого не нужны соль, сахар, для этого не нужны никакие ритуалы. И если вы верите в то, что действительно вот подобные вещи могут повлиять на привлечение в вашу жизнь мужчины, я вас уверяю, поработав с нами в рамках наших курсов, безоплатных, из любой точки мира, вы получите гораздо больше результатов, чем от такого самодурного поведения и от таких самодурных решений. Это нужно запомнить. Если вы хотите привести в порядок существующие отношения, отношения, в которых вы не чувствуете себя счастливы, у вас частые конфликты с мужем, вы не понимаете друг друга, вам сложно договариваться, возможно, ваши отношения уже на грани расставания, эти программы тоже подойдут для вас. У меня есть ссылка в описании под этим видео, вы можете зарегистрироваться и принять участие в этой программе из любой точки мира. При этом под этим же видео есть ссылка на мой закрытый телеграм-канал «Женщина, которая смогла». Там десятки тысяч женщин ежедневно получают полезную информацию, благодаря которой меняют и трансформируют свою жизнь и становятся счастливыми. Если вы действительно хотите погрузиться в состояние вот такой женственной, сексуальной, психологически зрелой женщины, забудьте, пожалуйста, что подобные ритуалы вам могут в этом помочь. И забудьте про стечение обстоятельств, забудьте про какие-то отработки кармические. Вы находитесь в первую очередь в отношениях с собой. Если ваши отношения с собой деструктивны, если вы вся в травмах, если вы в установках, убеждениях деструктивных, если вы наступаете постоянно на одни и те же грабли, вам постоянно попадаются какие-то неадекватные мужики, алкаши, наркоманы, безработные, безответственные, маменькины сыночки, альфонсы, бабники, абьюзеры. Это все говорит о том, что вы не готовы к отношениям с достойным мужчиной. Вы его просто не замечаете, он не попадает в ваше поле. И вот эти ритуалы, о которых мы говорим, погружают вас на уровень таких низких вибраций. Вы начинаете звучать очень низковибрационно. И к вам притягиваются такие же низковибрационные люди. Поэтому включайте свою голову. Я понимаю, что многие из вас, когда начали смотреть это видео, немножко охренели, когда услышали о том, что я буду рассказывать про ритуалы для того, чтобы приворожить мужчин. Да я и сам охренел бы, если бы подобное услышал от самого себя, честное слово. Я искренне считаю, что абсолютно каждая женщина, каждая из вас, и каждый мужчина, программы, на которые я вас приглашаю, подходят и мужчинам в том числе. Поэтому и вы, если смотрите данное видео, переходите по ссылке под этим видео и регистрируйтесь. Вот я искренне убежден, что каждый участник этой программы про отношения ответит на свои вопросы. Все-таки жить осознанно и управлять пространством – это одно. А когда мы пытаемся переложить ответственность со своих плеч на какие-то ритуалы, обряды, мы в очередной раз демонстрируем свою детскую позицию. «Горшочек вари», «По щучьему велению, по моему хотению» и так далее, и так далее. Но должны быть какие-то действия. А эти действия, в первую очередь, основаны на том, чтобы вы выстроили тесный и близкий контакт с собой. Потому что женщина, которая счастлива в отношениях с собой, даже без наличия мужчин, она обязательно будет счастливой и в отношениях с мужчинами. А если вы хоть раз в жизни пробовали подобные вот эти вот обряды, ритуалы всякие, приворожить, притянуть, влюбить в себя, поделитесь с нами результатами. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что там у вас происходило, что вы делали, на чем делали привороты, на молоке, на земле, на сахаре, на соли, использовали вы свечи, разные стихи. Очень интересно почитать. Всем вам желаю найти своего человека, ну и, конечно, тем, кто уже в отношениях, привести отношения к гармонии.